Привет, друзья! С вами Сантей, продолжаем и рубиться в Готику 2. Возвращение 2.0. Альтернативный баланс. В этом видосе я расскажу, как выполнить квест Инструменты Матео. И покажу вам, где находится сокровищница гильдии воров. В начале игры, по прибытию в Хоринес, спрашиваю у Матео. А если бы я все-таки стал твоим учеником, чему бы ты смог научить меня? Ну, если тебя это так интересует. Когда-то я был превосходным ювелиром. Правда, с тех пор, как какие-то воры украли у меня мои инструменты, я больше не практикую это занятие. Ну и, само собой, никого не обучаю этому искусству. Что именно у тебя украли? Эх, самое ценное из того, что у меня было. Золотую форму для отлива колец и амулетов. А без нее, я считай, остался как без рук. Так что у меня особо не было выбора. Понимаю. Дальше квест можно будет продолжить только во второй главе. Сокровищница воров находится вот на том острове. Слева от маяка. Вот местоположение острова на карте. Туда можно добраться в плавь, но не забудьте снять одежду, иначе потонете. Или же можно превратиться в кровавого шершня и туда долететь. Здесь есть пещера. Путь преграждает ловушка с шипами на полу. Чтобы ее перепрыгнуть, нужно обучиться у Кассии акробатики. Может быть, можно превратиться в шершня и пролететь? Ну, я не знаю, ни разу не пробовал. В пещере четыре сундука. Во всех сложные замки. Так что не советую сюда идти, пока месть у вас не будет хотя бы 40-50 ловкости. Или порядочное количество отмычек. Иначе их не настачитесь. Если у вас, как и у меня, порядочное количество ловкости, то можно использовать силовой или ловкостной взлом. Но при этом по-любому тратятся отмычки. В сундуке слева золото и золотая ваза. В сундуке справа, еще с более сложным замком, еще больше денег и драгоценностей. Эти три сундука вы можете прийти сюда и открыть еще в первой главе. Но вот последний с инструментами Матео можно открыть только специальным ключом. Ключ от него дала мне Ханна. После того, как я вытащил ее из тюряги. 170 видос, ссылка на видео появится сверху. Называется подарок для Ханны. В сундуке драгоценности, форма для оправы Матео и 1200 золота. Обратно можно добраться при помощи телепорта. Иду к Матео отдать инструменты. Он предложит мне в награду несколько вещей. Ну, скажу сразу, все они порожняковые. Самое ценное это навык крафта ювелирки. Выбираю ювелирное дело. Лучше научи меня искусству ювелира. Признаться, я не ожидал услышать от тебя такую просьбу. Остальное меня мало интересует. Так ты научишь меня? Ладно. В конце концов, ты доказал, что ты достойный человек и тебе можно доверять. Понимаю. Тогда, пожалуй, начнем с того, что я научу тебя создавать обычные стальные кольца. Если справишься с этим, то потом я научу тебя и всему остальному. Идет. Как крафтить кольца и амулеты, я как-нибудь расскажу и посвящу этому отдельный видос. Ссылка на него со временем появится сверху. Возможно, в третьей или четвертой главе, после того, как я научусь крафтить рудные кольца. А может быть, в пятой. Когда из лорда Генока выпадет рецепт на черную руду. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.